Я приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Таро Ангел Плэнет и у нас сегодня расклад, что он о вас думает и естественно со всеми побочными следствиями, что он о вас говорит, правду ли говорит, может быть он что-то плохое говорит, чтобы привлечь внимание к себе, чтобы его полюбили или чтобы его поняли, обижен он на вас или нет. Выбираем колоду, первая колода у нас это колода Таро Чувственных Наслаждений, сосредотачиваемся, настраиваемся, вторая колода Таро Безумной Луны, третья колода Казанова. Настроились, подумали, сосредоточились, подумали об этом человеке, что он о вас думает, что говорит, как говорит и вообще о чем, о чем речь, что сейчас происходит. Конечно же это об отношениях, давайте посмотрим, кто выбрал колоду номер один. В принципе то, что он о вас думает, это любит. Может быть медленно, но верно, но любит, но все-таки в правильном направлении движутся ваши чувства, эмоции и мысли. Он не быстрый на принятие решений, этот человек по-своему видит ситуацию, этот человек не торопится никуда, он не спешит, ему достаточно того, что есть. Думает о вас хорошее, что говорит о вас, что вы прямо таки его путеводная звезда, его мечта, что вы та самая женщина, с которой можно не только время проводить, но и строить какие-либо планы. Вы, конечно, играете друг у друга на нервах, конечно, не без этого, конечно, есть свои особенности у вас в отношениях, конечно, он вас расстраивает, хотя он-то даже сам не понимает. Человек любит, думает хорошо, но он не понимает, как своими проявлениями он вас обижает и задевает. Иногда это нормально, иногда мужчины не понимают, почему так происходит, не понимают, что неправильного они делают. Им, может быть, всего достаточно, а женщине довольно часто бывает, что недостаточно. И женщины хотят больше и денег, и любви, и внимания. А мужчина говорит, ну вот, как же так, смотри, все есть, а женщина говорит, нет, надо больше, надо на будущее, ну потому что надо. Нерешителен к вам, нерешитель не решается вам сказать, не решается с вами поговорить. И вы, конечно, заняли такую позицию, да, что нет, только я, я к тебе отвернусь, да, я буду только свои цели, планы и мечты преследовать. В принципе, тут вам как совет, да, женщина занимает такую позицию, что мне до тебя дела нет. На самом деле, если должно быть, да, надо иногда слушать, слышать, разворачиваться, поворачиваться, не только попой, да, не только спиной. Ну и слышать, понимать, что хочет человек сказать, почему он так себя ведет. С другой стороны, это говорит также о том, что он не решается, да, прям повернуть вас, сказать, так вот, надо так-то и так-то. В принципе, что он о вас думает и что он говорит о вас. По этому раскладу можно сказать, что отношения движутся своим чередом, не сказать, что быстро и стремительно, но и в то же время есть свои проблемы в отношениях, которые, в принципе, решаются. Ничего неразрешимого нету, тут совет для женщины слушать и слышать, разворачиваться лицом к человеку, обсуждать свои проблемы. Для мужчины говорить надо, вот, говорить, потому что я хочу тоже быть понятым, услышанным, иначе система ожиданий не сработает и пойдут разлады в отношениях. В принципе, то, что он говорит о вас, то, что думает о вас, это хороший расклад. И к тому же он не всегда про вас говорит. Тут есть такой момент, что он скрывает, это только ваши отношения. Не говорит человек, но другим особо не распространяется. Про свои отношения, в принципе, это расклад на опытные, на мудрые отношения, что никуда не надо торопиться. Не надо торопить события. Никому не говорить. Но, с другой стороны, именно из-за того, что мало кому он рассказывает о своей жизни, именно из-за этого он не выплёскивает это всё, да, с другими не делится, не получает советы. Именно поэтому он не говорит, надо поговорить, да, решить проблемы. Именно поэтому он с вами играет на нервах. Вот по этой вот карте с вами играет на нервах. Ну, в принципе, это в пределах нормы, да, для того, чтобы как-то работать над отношениями. Играть, может быть, на нервах можно. Но есть такой момент, что, возможно, с вашей стороны есть доброжелатели, доброжелательницы, вот тут вот, которые, в принципе, могут влиять на ваши отношения, и вы начинаете срываться, и вы начинаете тоже играть на нервах у мужчины. Вместо того, чтобы остановить эту неадекватную взаимную игру, вы вместе тоже начинаете включаться в неё. Это такой триггер, он вас цепляет, и вы, цепляясь за него, начинаете игру не в те ворота, назовём это так, наоборот, какая-то противоположность, противостояние возникает, которое не благоприятствует развитию отношений. И это был расклад номер один, колода номер один, торо чувственных наслаждений. Расклад проиграется не у всех и не у каждого, и по-разному тут разные вероятности событий, может быть, естественно, за подробными раскладами. Пишите мне в WhatsApp, все ссылки в описании к каналу. И давайте перейдём к следующей колоде. Это колода номер два, колода Безумной Луны. Для тех, кто выбрал колоду номер два, торо Безумной Луны, ещё раз повторяю, расклад интуитивный, проиграется по-разному, не у всех, не у каждого, не все 100%. И давайте дальше смотрим, что он о вас думает, да, и что, и как говорит. Тут человек, конечно же, сильно умный, сильно мыслящий. Человек, который хочет красиво выглядеть. И он тут, скорее всего, о себе будет говорить, хорошее, не сказать, что прямо о вас. Человек, который берётся за много дел сразу, одновременно. И человек, который, ну, на самом деле, больше погружён в себя и в свои цели. Хотя, конечно, отношения прямо-таки по этой карте, что называется, всё в ваших руках, и отношения зависят от мужчины. Что он о вас, да, думает. То, что вы у него на нервах-то играете. Что переживает, расстраивается. Пытается удержать равновесие в этих отношениях. И что он о вас говорит. Ну, он старается вообще-то тоже, вот тут, как и с первым раскладом, старается не говорить, не распространяться о своих отношениях. Человек старается быть на расстоянии, чтобы не выяснять отношения. Возможно, тут он, конечно, берётся за много дел сразу, но не всё из них получается. Здесь должно как-то действовать правило пары. Это, что 20% наших действий должно приводить по разумной логике создавания намерений к 80% результата, но у этого человека наоборот. У этого человека что в отношениях, что в делах, наоборот. Да, много слишком трудится, 80% делания и только 20% результата. Именно поэтому он пытается найти устойчивость между вот тремя точками, между любовью, отношениями, разъездами, делами. И всё это у него приводит к раздраве у него в душе. Он пытается найти устойчивость. А вообще по жизни тут, конечно, больше у вас в отношениях. У человека идёт решение своих дел, своих проблем. Также это говорит о том, что в принципе хорошие встречи, здесь не только от него зависят отношения, отношения также зависят от вас. Вы прямо на встречу друг к другу везде идёте, везде смотрите по положению карты, взгляды направлены друг напротив друга. Единственный момент, когда он отворачивается, когда он именно не может найти эту устойчивость. Человек пытается найти баланс между отношениями и работой, потому что и жить на что-то надо, и обязательства выполнять надо. И он про вас ничего не говорит, но и также не знает, как дальше жить. Помимо того, что устойчивости нет, помимо того, что за всё хватается, он понимает, что нет дальнейших обязательств на вас. Слишком много обязательств по жизни у этого человека, и о вас он может забывать. И я бы даже сказала, иногда вот так вот вмешивается кто-то в отношения, где надо эти обязательства выполнять. И этот человек-советчик, скажем так, говорит, нет, нету тут никаких обязательств и нету никакого дальнейшего намерения. В принципе, если посмотреть, здесь есть над чем поработать, поработать над отношениями, поговорить со своим там любимым или тем человеком, кто о вас думает, да, что в принципе, если это возможно в вашем случае, что говорят про тебя и меня, о чём речь, чтобы понять, как действовать дальше, да, почему нет дальнейших обязательств, что ты сам по этому думаешь. И пока человек не найдёт равновесие, пока он не найдёт равновесие, баланс и устойчивость, он не сможет принимать дальше решение. Не решив одну проблему, этот человек не приступит к решению следующей проблемы. То есть, конечно, он за всё хватается, но по факту не получится всё сразу решить. По факту получается, что мы одно закрываем, да, и принимаемся за решение проблем, ну, по мере поступления. Он, возможно, даже не видит, какие проблемы, возможно, вот тут вот говорит, нету ни обязательств, никому не рассказываю, потому что сам не знаю, чего хочу, нет, не понимаю. И эта вот карта говорит о том, что кто-то что-то запрещает, кто-то говорит нет, кто-то говорит не надо. И эта карта вот об этом. Ну, это о взрослом человеке, возможно, такой старшеопытной женщине, в основном женщине, кто говорит нет, побоюсь у Бога. Здесь, в принципе, у вас есть тоже над чем работать или уводить от этих советчиков, в кавычках, или всё-таки заставлять человека своим умом думать. Что он о вас думает, что говорит, да, тут понятно, что тоже практически не говорит. Понятно, что есть тоже над чем работать в отношениях. Это был расклад номер два, колода Торо Безуменной Луны, 9. И давайте перейдём к колоде номер три Торо Казанова. Для тех, кто выбрал колоду номер три, ещё раз напоминаю, расклад интуитивный, проиграется не у всех, не у каждого, может проиграться абсолютно по-своему. Мы никогда не знаем, где найдём, где потеряем, что он о вас думает, что говорит. Слишком много думает, и я бы даже сказала, в обманчивые мысли погружается. Видит ситуацию по-своему, возможно, и сам себя обманывает. Возможно, и вас своими заблуждениями вводит сам себя в заблуждение человек. Он не прошёл одно, а уже хочет переключиться на другое, хотя вот по таким моментам, как размышления, саморазвитие, человек продвинулся, продвигается в этом плане, но не понимает, куда и как движется, потому что он прошёл, одно может быть не так, или застрял в своих каких-то иллюзиях по поводу отношений. Здесь он, конечно, о вас и говорит, и думает по этой карте плохо. Тут какое-то предательство идёт, скрытничает. Тут мало того, что рядом с обманом стоит ещё и карта предательства, карта того, что он всё-таки ещё, мало того, что предаёт, ещё и сплетничает, карта такого нечестного человека, в нечестных поступках, забрался, зарылся, действительно не туда пошёл, и говорит он у вас плохо. Он говорит плохо, жертвит, говорит, что она во всём виновата, я не виноват, ах, она такая-сякая плохая. На самом деле человек таким образом к себе привлекает любовь. Полюбить меня я хороший, потому что меня там вон обидели, хотя сам вот тут поступил очень бесчестно, с обманом, с предательством, ещё и в состоянии жертвы. Да это вот они сами, не принимают ответственность за все поступки на себя, говорит, что нет, дайте мне любви, дайте, дайте, я не замечаю своих косяков, я человек, который не сочувствует. И ещё, конечно же, человек с давлением, который давил, который говорил, надо делать вот так, который какие-то преграды, препятствия в жизни ваше ставил, вы не могли двигаться и развиваться, и он просто вынуждал себя, да, вас вести по-другому. С одной стороны, он, конечно, учил, это было учение о безусловной любви, но тут человек перешёл прямо такие личные границы, и вам пришлось, да, закрыться, потому что это давление со стороны извне на вас, от этого человека, нехорошо повлияло. В результате быстрые и стремительные отношения, которые кончились буквально ничем, быстро встретились, быстро расстались. И это было как будто не о любви, это было, ну, так. Мы даже сами не поняли, для чего эта встреча была. Просто была, просто для отработки какой-то кармической встречи, об отработке той договорённости ещё в астральном мире, где души общались, пока не заключили контракт. И вот, видимо, вот так заключив контракт, решили, ну, мы там встретимся, увидимся, пересечёмся, пересечёмся. Вот так и пересеклись, потому что всё, что она вас думает и говорит, это не в позитивном ключе. Два первых расклада были в позитивном ключе, там было над чем работать, там, в принципе, ситуация поправима, там есть советы, как работать над отношениями, в этом раскладе нет советов. Тут единственный совет, который может быть, это отпускать эти отношения. Поблагодарить, сказать, хорошо, благодарю за урок, буду знать теперь, буду впредь мудрой, и пусть этот урок даст, в принципе, мне развитие, да, да будет так, аминь, 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 аминь. Конечно же, всех вас приглашаю на личные расклады и личные консультации, все ссылки есть в описании канала. Жду вас, приглашаю, там все поподробнее можно изучить, посмотреть, посмотреть на ваши отношения уже не интуитивно, а именно по фотографиям. Ну что ж, ребята, я желаю вам счастья, любви, удачи, естественно, добра, да, будьте добры друг к другу, старайтесь учиться и, безусловно, любить, насколько это возможно. Я никого не заставляю, но и тем не менее можно хоть кого-то постараться простить, отпустить, исходя из того, что хорошо благодарю за урок, исходя из благодарности за урок. Увидимся с вами на личных раскладах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok